и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео мы с вами ознакомитесь с внеочередным расследованием который проделал мой назовем те так условно виртуальный друг многие из вас его знают это гаспар авакян человек который борется против коррупции против беззакония в южных регионах российской федерации в большей степени он неоднократно пересекался в частности в своей деятельности с армянской мафии при этом мафии как из государственных структур коррупционной мафии так и с прямыми представителями криминала человек борется против беззакония и в данном случае он заговорил об ужасающих фактах криминализации государственных чиновников армянской национальности уж простите меня в городе обширонске при этом я неспроста назвал данную данное видео точнее сказать в названии указан такой момент такие разные армяне гаспар авакян и те о ком он говорит совершенно разные ну что ж давайте прослушаем о каком таком расследование я говорю что же он расследовал город обширонск южный регион россии приступаем всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале госпар авакян и я приветствую также жителей города обширонска нахожусь я около здания гибдд заявление о нарушении мартира сяна именно выезду на полосустречное движение написано вот и на этом я сообщаю что мое расследование окончено я считаю что я сделал максимум для того чтобы показать правду и ту истину как ведет себя народный избранник я считаю это недопустимо если ты являешься депутатом ты должен показать пример вежливости тактичности уважения к своим избирателям а не так как ты стоишь поносишь администрацию говоришь о том что мвд крышует аптеки говоришь что прокуратура дебилы что передери в дурак что короленко с депутатом тахмазианом это вообще упг понимаете это обвинение в особо тяжком преступлении данный материал появился на ваших экранах только с учетом того чтобы эту информацию проверили я очень надеюсь на то чтобы эта информация была проверена тахмазиана короленко передери его покуса его всех будут вызывать будут допрашивать возможно даже в рамках возбужденного уголовного тела они усмотрят признаки там чего-либо возбудят будут допрашивать но почему я вот не договорил почему это видео появилось на ваших экранах только с учетом того чтобы провели проверку понимаете в соответствии с конституцией российской федерации с частью 2 с частью 4 с частью 5 этой же статьи я имею право собирать всю информацию любым законным способом вот так вот значит на основании 212 федерального закона в общественном контроле я проводил свое расследование на основании того что я являюсь журналистом я также проводил свое журналистское расследование на этом пожалуй я считаю что мое расследование окончено и она принесет какие-то результаты и депутат мартиросян депутат язычан который кстати говорил о том что конкретно язычан говорил о том что с барбаковым он якобы не знаком язычан саркис грантович яркий пример он является депутатом акширонского городского поселения вот теперь слушайте внимательно на теперь те факты которые он накопал на данного так называемого депутата я говорю накопал имеется ввиду проделал колоссальную работу именно в океан госпар а в океан седатель бюджетной комиссии в совете депутатов города в январе 2017 года был назначен генеральным директором муниципального предприятия обширонск он неоднократно пренебрегал федеральными законами о защите конкуренции и противодействии коррупции так например в 2017 году им были заключены контракты на услуги по аренде транспортных средств с обществом с ограниченной ответственностью парус на сумму 658 тысяч рублей со стороны подрядной организации подписантом являлся и за джан александр саркисович который является сыном депутата в период с 2017 по 2018 годы заключил несколько контрактов на сумму 3 миллиона рублей с индивидуальным предпринимателем андоняна маркиром ливоновичем который по настоящее время является учредителем общества парус а зам саркис грантович с 24 мая 2015 года по 31 января 2017 года был директором и соучредителем общества парус но это самые скромные цифры и контракты ранее в городе обширонске по санитарному содержанию вывозу и утилизацию мусора занималась специализированная муниципальное предприятие обширонск в торгах от оказания услуг впервые принимает участие индивидуальный предприниматель барбуков одним из основным условием являлось наличие лицензии на осуществление данной деятельности на дату подачи заявки у и п барбукова данная лицензия отсутствовала а была получена лишь в 2019 году на протяжении четырех лет и п барбуков становился единственным участником торгов на сумму контрактов 65 миллионов рублей а наличие карательного сговора свидетельствует факт того что и п барбуков в целях выполнения работ по контракту использовали использует технику персонал оборудование муниципального предприятия обширонск офис и диспетчерская служба и п барбукова находится там же где и муниципальное предприятие обширонск имущество было передано без проведения торгов что является нарушением статьи 15 закона о защите посмотрите какая ужасная грязь и антисанитария а кто а кто получает деньги за уборку конкуренции данные схемы позволили и п барбукову заключить контракт по вывозу мусора на сумму 120 миллионов рублей а теперь самое главное руководитель муниципального предприятия обширонска из и джан сарки странтович в марте 2021 года становится управляющим директором и п барбукова в рамках проведения проверки барбуков алексей владимирович пояснил что зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя по инициативе своего знакомого из и джана так как последнему это было необходимо что являясь индивидуальным предпринимателем фактически какой-либо деятельности не осуществлял так как деятельностью предприятия занимался сам из и джан саркис грантович барбуков только лишь получал ежемесячную зарплату 30 тысяч рублей с учетом вышеизложенного в действиях барбукова и из и джана усматриваются признаки составов преступления предусмотренных частью 2 статьи 171 и 286 уголовного кодекса российской федерации используя муниципальные предприятия депутат умело создал свое личное предприятие в связи с тем что имущество муниципального предприятия обширонск без торгов было передано в частные руки выручка предприятия в 2020 году упала на 51 миллион рублей прибыль в бюджет города упала на 9 миллионов рублей в те же годы с и п езэджан александр саркисович сыном депутата единственным участником торгов было заключено 17 муниципальных контрактов на сумму 45 миллионов рублей с и п барбуковым 13 контрактов на сумму 86 миллионов рублей со стороны депутата присутствует факт полного пренебрежения федеральными законами защите конкуренции и противодействие коррупции который на сегодняшний день почему-то как вам такое я не буду дальше пускать данное видео такие разные армяне это в частности ответ по неволе вернее данное видео является ответом по неволе на те вопросы которые адресуют мне некоторые армяне говоря о том что я какой-то националист армянофоб нет я полностью поддерживаю гаспарова океана в отношении его деятельности вот и все а вот такие чинуши как данный депутат которые наживаются на проблемах в различных странах мира такое наблюдалось и в азербайджане в свое время до конфликта в советское время это наблюдалось и в украине преступные действия авакова тому ярчайшее свидетельство как он грабил экономику украины можно вспомнить тимошенко у которой тоже имеет место армянские корни уж простите меня то же самое наблюдается и в россии ничего личного браво авакян как то так дорогие друзья в следующем видео мы с вами поговорим об странной позиции армении а в отношении украины странный на первый взгляд хотя неудивительно они находятся под контролем именно байденовских соединенных штатов заинтриговал тогда не пропустите следующее видео я же с вами сейчас прощаюсь до новых встреч на моем канале всегда ваш сиридов камран до свидания до свидания до свидания прошу прощения до свидания